Здравствуйте! Я Павел Юрасов. Это выпуск программы «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. И вот, что вы сегодня увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экзамены вместе с папами и мамами выпускников захотела и Полина Мотовникова. Ни для кого не секрет, что сдача единых государственных экзаменов для выпускников 11-х классов процедура довольно волнительная. Но на самом деле переживают и боятся даже больше своих детей именно родители. Для того, чтобы рассеять волнение, им предоставляется возможность воочию посмотреть на то, как все происходит, и даже проверить свои знания. Четыре возрастные категории и 70 участников от 7 до 18 лет. В областном центре проходит конкурс «Серебряный голос Тамбова». Но если у ребенка есть стремление стать настоящим профессиональным артистом, то упорство и ежедневный труд обязательно приведут его к заветной мечте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними в нашем регионе в прошлом году, снизилось почти вдвое относительно 2022 года. Такие данные озвучили на заседании антинаркотической комиссии Тамбовской области. К обсуждению темы наркомании и распространения наркотиков пригласили руководителей, сотрудников силовых ведомств, специалистов региональных министерств спорта, образования, здравоохранения, департамента молодежной политики региона, а также наркологов и представителей духовенства. Антинаркотическая комиссия Тамбовской области ежегодно проводит мониторинг и оценку развития наркоситуации в регионе. По результатам мониторинга аппаратом антинаркотической комиссии подготовлен проект доклада наркоситуации в Тамбовской области в 2023 году. В течение ряда лет в Тамбовской области отмечается увеличение количества выявленных наркопреступлений. По сравнению с 2022 годом рост составил 7,8%. Свыше 77% всех наркопреступлений в регионе связано с незаконным сбытом наркотиков. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет 85%. За 2023 год правоохранители региона выявили 1235 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота с использованием IT-технологий. Раскрываемость такого рода преступлений составила без малого 80%, что почти на 20% превышает среднероссийский уровень. Тамбов по раскрываемости преступлений вошел в тройку лидеров среди областных центров Центрального федерального округа. Об итогах деятельности правоохранителей депутатам Городской думы рассказал начальник УМВД России по городу Тамбову. Подробнее в следующем сюжете. Заседание Тамбовской гордумы началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в Крокус-Сити-Холле. Характеризуя работу правоохранителей, руководитель Тамбовского подразделения УМВД отметил, что в прошлом году на территории областного центра было совершено 6308 преступлений. Это на 1,2% больше, чем в 2022 году. При этом раскрываемость увеличилась и достигла показателя в 56%. Суд было направлено на 349 дел больше, чем в 2022. Также был в суд направлено 5 уголовных дел по 47 преступлениям, совершенным в составе организованных преступных углов. У нас не осталось нераскрытыми таких преступлений, как убийства, тяжких телесных повреждений, разбоев, изнасилований. Полицейские обеспечили безопасность более 500 массовых мероприятий, проведенных в ушедшем году. Город Тамбов среди областных центров Центрального федерального округа по раскрытию преступлений занимает третье место. А также наше подразделение УМВД по городу Тамбову было признано лучшим территориальным подразделением УМВД по Тамбовской области за 2023 год. Один из главных приоритетов – раскрытие телефонных и интернет-мошенничеств. 2743 таких преступления зафиксировали правоохранители в прошлом году. Статистика говорит о том, что количество таких преступлений растет год от года. Но растет и раскрываемость. Относительно 2022-го оно увеличилось на 39%. Другими темами юбилейного заседания Тамбовской городской думы, а именно сегодня законодательному органу исполняется 30 лет, стали итоги работы контрольно-счетной палаты в 2023 году и отчет о приватизации отдельных зданий и строений в Тамбове. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Налоговики региона напоминают, до 2 мая необходимо отчитаться о доходах за минувший год. Порядок подачи деклараций и новшества от налоговой в сюжете Юлии Савушкиной. Более 30 тысяч налогоплательщиков региона представили декларации о доходах за 2023 год. Такие данные приводят в областном управлении ФНС. Тем же, кто еще не успел отчитаться, напоминают о необходимости сделать это. Речь прежде всего о налогоплательщиках, которые продали недвижимость при условии, что она была в собственности меньше минимального срока. Тех, кто получил дорогие подарки не от близких родственников, а также об арендодателях. Задекларировать доходы стоит не позднее 2 мая. Эта дистанция можно любым удобным способом. Через личный кабинет налогоплательщика, по телекоммунационным каналам связи, а лично прийти в налоговый орган по месту регистрации проживания или по почте. Наиболее удобный способ – это предоставление налоговой отчетности и вообще ведение всего диалога с налоговым органом. Это через личный кабинет налогоплательщика. Практика нам четко подсказывает о значительном сокращении нарушений при заполнении декларации по форме 3НТФЛ налогоплательщиками и физическими лицами. В связи с тем, что в личном кабинете уже имеется в электронном виде декларация, которую он заполняет и практически ошибок там не допускает. Если вам необходимо представить декларацию для получения налоговых вычетов, то делать это в срок до 2 мая не обязательно. В таких случаях документ принимают в любое время в течение года. Платить исчисленный в декларации налог необходимо до 15 июля этого года. При этом стоит помнить, что за нарушение сроков подачи декларации, а также уплату НДФЛ, грозит ответственность, штрафы, пени. Рассказали налоговики и о новом сервисе для ИП и юрлиц. Он называется «Старт бизнеса онлайн» и позволяет зарегистрировать свое дело без личного обращения в налоговый орган. Также онлайн с помощью сервиса можно получить электронную подпись и открыть счет в банке. Важное условие. Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и подтвержденную биометрию в единой биометрической системе. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявителю необходимо выбрать банк, в котором он откроет счет. Затем дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через сервис ФНС России. Сервис «Старт бизнеса онлайн» был запущен с 1 марта и работает в рамках эксперимента до 1 марта следующего года. Все это время налоговики будут следить за ходом эксперимента. Результаты представят в правительство России. В правительстве региона обсудили готовность муниципальных округов к старту работ по благоустройству территорий в рамках проекта «Дорога к дому всей семьей». Совещание провел глава области Максим Егоров. Позади все подготовительные этапы. Уже выбраны территории для благоустройства, а их будущий облик и название обсудили с жителями населенных пунктов. Концепции благоустройства также обсудили с экспертами на фурсайт-сессии. Выделены средства в размере 500 миллионов рублей и муниципалитеты готовы приступить к работе. Проект «Дорога к дому всей семьей» будет реализован не только в городах, но и в сельских поселениях, где проживают более 40% жителей Тамбовской области. И таким образом мы выполняем поручение президента о том, что качество жизни селян, удобство и комфорт окружающей их среды должны быть сопоставимы с городским. «Дорога к дому всей семьей» – уникальный проект благоустройства, который по инициативе главы региона Максима Егорова реализуется в Тамбовской области. Он стал продолжением проекта благоустройства «Дорога к дому», выполненному в прошлом году. Напомним, 2024 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом семьи. Поэтому в новом проекте объединяются благоустройства и семейные ценности. В парках и скверах будет увековечена память семейных династий, а все территории, благоустроенные в рамках проекта, свяжут общие дизайнерские решения. С сентября прошлого года в Тамбове успешно реализуется проект «Я горожанин», в рамках которого школьников привлекают к участию в жизни города. Так, на площадке Кванториума ребята смогли представить идеи общественных пространств и событий, которых им не хватает в областном центре. Подробнее расскажет Полина Болотова. Дарья Мамылова частый гость в Кванториуме. Это третий корпус ее школы. Девушка еще не знает, над чем ей предстоит работать в рамках проектной сессии, но знает, что задание связано с Тамбовым. В зале 60 ребят. Их разделили на команды таким образом, что в одном коллективе собрались незнакомые друг к другу люди из разных школ, но так или иначе связанные с проектной деятельностью. «Я вот видела новые проекты, которые сейчас по благоустройству, и мне очень понравился проект Лосковского парка. И вот мне очень хотелось бы такой вот, такие вот территории по всему региону. Ну вот какие-то вот побольше лавочек, вот таких вот теневых, от солнца летом гулять, пока каникулы, набираться сил, эмоций с друзьями, было бы очень здорово». В команде 10 человек. По результатам жеребьевки первые пять думают над организацией праздника, который можно провести в городе. Важно, он должен быть для всей семьи и в перспективе стать традиционным. Вторая пятерка размышляет, где бы этот праздник мог проходить. «Это могут быть и скверы, и парки, и спортивные площадки, детские площадки. В общем-то, любые формы, которые они выберут. Мы хотим, чтобы наши дети выросли ответственными, горожанами любили и уважали свой город. Вот на это нацелено наше мероприятие». Если общественное пространство уже есть и благоустроено, задача ребят – адаптировать его под предполагаемые события. Подготовленные проекты будут представлены на онлайн-голосовании «Школа ВКонтакте». Победивший проект праздник будет реализован при помощи городской администрации. Полина Бултова, Евгений Михеев, Армазон Рожмагомедов. Область новостей. Тамбовская область традиционно присоединилась ко всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году она проходит с 25 по 29 марта и охватывает 44 площадки всех муниципальных округов региона. В областном центре посмотреть воочию на все процедуры ЕГЭ пришли порядка 30 родителей. Какие отличия между настоящим экзаменом и его адаптацией выяснила Полина Матовникова. Ни для кого не секрет, что сдача единых государственных экзаменов для выпускников 11 классов – процедура довольно волнительная. Но на самом деле переживают и боятся даже больше своих детей именно родители. Для того, чтобы рассеять волнение, им предоставляется возможность воочию посмотреть на то, как все происходит, и даже проверить свои знания. «День сдачи ЕГЭ родителями» – акция всероссийская и ежегодная. Она проводится вот уже в восьмой раз. Как и положено, в пункте проведения экзамена родители собираются в 9.00. До 10 часов все участники должны успеть зарегистрироваться, сдать телефон и пройти металлоискатель. К слову, в последней процедуре нет ничего страшного. Родители рамку проходят смело. Написание самого экзамена, инструктаж до момента экзамена, распечатка бланков, контрольных измерительных материалов, соответственно, также будет проводиться в аудиториях. Непосредственно родители это увидят. По окончании экзамена также будет произведена процедура сканирования. Сдают родители историю, но в отличие от настоящего ЕГЭ, им предоставляется сокращенный его вариант. У детей Ким включает в себя 21 вопрос, 12 тестовых и 9 письменных. А вот у родителей заданий 9. Среди них 7 с коротким ответом и 2 с развернутым. Следовательно, время на их решение тоже дается меньше – всего 40 минут. Понятно, что экзамен по истории – это достаточно важный экзамен. У нас где-то около 25% выпускников области выбирают историю для последующего поступления в ВУЗы. И достаточно большое количество родителей заинтересованы в том, чтобы посмотреть, а какие же измерительные материалы попадают к их детям, насколько они сложны. Светлана Шишмонина – мама троих детей. В этом году у нее выпускается средний сын, в планах которого дальше поступить в военное училище. Среди экзаменов, что по выбору, у молодого человека общество знания и история. Поэтому главным помощником и репетитором для мамы стал именно он. Я училась в специализированной математической школе, история – не мой профиль. Но сам процесс очень интересен. Даже за два дня подготовки игры с ребенком, кто умнее, кто отгадал, очень много нового интересного узнала. Но, конечно, хочется прочувствовать за спиной достаточно богатый жизненный опыт. И все равно даже я какой-то трепет ощутила сегодня. Проверять работы будут на месте эксперты по истории. Поэтому, в отличие от выпускников, которые узнают свой результат только через две недели после сдачи ЕГЭ, родители свою оценку получат сразу. Полина Матовникова, Олег Осипов, Данил Лычко, Область новостей. В рамках плана проведения в нашем регионе года семьи за первые два месяца уже состоялись 34 мероприятия. Дальнейшую реализацию значимых тематических событий обсудили на заседании Оргкомитета. Указом президента России Владимира Путина 2024 год объявлен годом семьи. Главой области Максимом Егоровым был утвержден план основных мероприятий, в которые вошли 189 наиболее значимых событий, главная задача которых – повышение качества жизни семьи с детьми, укрепление семейных ценностей и основ ответственного родительства. Открытие года семьи в Тамбовской области состоялось 24 января в историко-культурном музейном комплексе «Усадьба Осиева». Во время торжественного мероприятия при участии главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова состоялась церемония зажжения частицы семейного очага «Сердце России». Также в этот день состоялась встреча главы Тамбовской области с семьями, в ходе которой произошло обсуждение регионального проекта по благоустройству «Дорога к дому всей семьей». В феврале на площадке выставки «Россия» на ВДНХ Максим Егоров поделился опытом реализации пилотного проекта по повышению рождаемости «Наш регион» в числе трёх субъектов участников этой программы. Также в 30 муниципалитетах нашей области состоялся промежуточный этап всероссийского конкурса «Семья года», в котором приняли участие более 200 семей. Напомним, в течение семи лет тамбовчане становились победителями финального этапа конкурса. Акушерский стационар больницы имени архипископа Луки в Тамбове в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами закрывается на профилактическую ежегодную мойку. Медицинское учреждение не будет принимать пациенток с 8 по 28 апреля этого года. Об этом сообщили на официальной странице роддома в социальной сети ВКонтакте. До 8 апреля роддом работает в обычном режиме. Принимаем на роды лечение. Не беспокойтесь, лечения и роды будут продолжаться до последнего пациента, поступивших до 8 апреля 2024 года, говорится в сообщении. При этом консультировать беременных заведующих акушерским стационаром будет ежедневно до 13 апреля с 10.00 до 14.00. Возобновится работа акушерского стационара 29 апреля 2024 года в 8 часов утра. Все вопросы можно задать в сообщениях группы акушерского стационара в ВК. «Наша семья» соблюдает правила дорожного движения. Так называется цикл встреч со старшими и младшими членами тамбовских семей. Его подготовили сотрудники областного ГИБДД. Как ведется работа, расскажет Полина Болотова. Этот пешеходный переход называется нерегулируемый. А если регулируемый, то что там есть? Каждый человек, выходя из дома, автоматически становится участником дорожного движения. А многие из сидящих в зале уже полноправные водители собственных велосипедов. Это значит, что помимо пешеходных знаков, они обязательно должны выучить специальные для своей категории. Мы работаем во всех образовательных организациях. Но вот сегодня для начала цикла этих мероприятий выбран как раз одной из образовательных организаций советского района. Это детский сад номер 33. В этом году в Тамбове произошли 16 ДТП с участием пешеходов. Один человек погиб, 17 получили травмы. В половине случаев вина лежит на пешеходах. Детей в этой статистике нет. Но чтобы уменьшить риски, учить правила нужно с детства. ГИБДД традиционно сотрудничает с детскими садами. Специалисты напоминают маленьким участникам дорожного движения о правилах, которые необходимо соблюдать. А чтобы ребятам было интереснее, беседы проходят в игровом формате. В нашем детском саду ведется целенаправленная работа именно по безопасности дорожного движения. К этой работе мы привлекаем и родителей. Во всех возрастных группах у нас оформлены уголки по ПДД. И у педагогов имеются разнообразные материалы для изучения правил дорожной безопасности. Светоотражающие элементы просто обязательны для пешеходов всех возрастов. Особенно приятно носить яркий браслет, брелок или нашивку, если они сделаны своими руками. Все поделки ребята заберут домой. Встречи с детьми и их родителями приурочили к году семьи. Сегодня сотрудники ГИБДД работают не только в детских садах. Параллельно на улицах города проходят рейдовые и профилактические мероприятия по детским удерживающим устройствам. В Тамбове прошло открытие фото-выставки «Дорогами войны». Ее экспонатами стали фотографии из фондов Музейно-выставочного центра «Росфото». Выставка – это своего рода фотолетопись. Представленные снимки сделаны военными корреспондентами на пути Красной Армии по дорогам СССР и Европы. От фотографии к фотографии зритель путешествует по Белоруссии, Украине, Латвии, Польше и Германии. Кроме того, на экспозиции можно увидеть воочию трагические моменты Великой Отечественной войны. На фотографиях прощаются с эвакуируемыми из Ленинграда детьми и с уходящими на фронт бойцами, встречают жители освобожденных городов и сел. Здесь и триумф, и трагедия Великой Отечественной войны – все представлено воедино. Я думаю, что те, кто проявляет интерес к истории, по-настоящему воспользуются возможностью пройти дорогами войны. Помните, была замечательная песня «Нам дороги эти позабыть нельзя». Вот по этим дорогам мы сегодня будем идти. На выставке фотографии, известные многим. Среди них – разгром немцев под Москвой и встреча в освобожденном селе Ивана Шагина, залп по вражеским самолетам Бориса Кудаярова. Есть также и менее известные произведения. Окунуться в военную историю нашей страны можно будет до 20 апреля. Четыре возрастные категории и 70 участников от 7 до 18 лет. Все они решили побороться за звание «Серебряный голос Тамбова». Конкурс «Городской» проводит его Центр дополнительного образования детей. Что нужно сделать, чтобы тебя заметили и выслушали с интересом, расскажет Елена Хромова. Голос – это уникальный живой инструмент внутри каждого человека, за которым нужно постоянно следить. Ведь научить можно каждого, а вот профессиональный голос дается далеко не каждому человеку. Но если у ребенка есть стремление стать настоящим профессиональным артистом, то упорство и ежедневный труд обязательно приведут его к заветной мечте. Увидеть и услышать самый звонкий, интонационно верный и эмоционально наполненный голос – задача сложная. Ведь уровень исполнительского мастерства, как отмечают члены жюри, с каждым годом растет. Побороть свой страх перед зрителем детям помогают педагоги. Немаловажна здесь и самостоятельная работа ребенка дома. Занятия по вокалу – это каждодневный труд. Я всегда об этом говорю и убеждаю, что это не просто ты спел на занятиях и забыл об этом. Каждый день ты должен работать над своим дыханием, тренировать мышцы, тренировать свои вокальные данные, свои какие-то мимические эмоции обязательно. Ты должен совершенствоваться постоянно сам, а не только ждать, когда педагог тебе сделает из тебя звезду, как это модно говорить. Поэтому, конечно же, залог успеха – это в каждодневном труде. Аделина Кулицкая занимается вокалом первый год, параллельно ходит в музыкальную школу. И для нее это один из первых конкурсов. Но уже сейчас он дал возможность раскрыться, почувствовать в себе силы и открыть внутри себя новые возможности. Я люблю петь с детства, и мне это нравится, потому что, когда я выступаю на сцене, мне удобно петь. Дети – они все разные, и по характеру, и по темпераменту смотрим. Ну, конечно, важно придерживаться какого-то определенного, да, репертуара. В репертуаре нельзя переходить какие-то границы слишком современные. Мы пытаемся и современные в свой репертуар включать, и песни советских композиторов, где очень много можно почерпнуть и ребенку, и вместе с ним педагогу. Семья, дружба, любовь – это основные темы, которые были затронуты участниками в их репертуаре. Каждый ребенок уникален и талантлив по-своему. Они все победители уже потому, что вышли к зрителям и исполнили каждое свое произведение. Из года в год мы открываем наши новые искорки, наши новые звездочки. И наш конкурс – это старт для детей в большой мир вокального творчества. Свет такой красивый, радостный цвета. Быть всегда счастливым, есть у каждого мечта. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах социальных сетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова